Он сам пришел в печатную мастерскую и работал до тех пор, пока не были напечатаны все работы. Это первый из двух южно-фиш, что Лусло Трэхер. На следующий год он рисует своего английского приятеля Уильяма Орбера, веселящимся в Мулен-Руш. Снова мы видим мощную линию художника, мы также видим расширенный цветовой набор и новые текстуры. Эффект, который виден на платье женщины. Брызгой крах и зубной щеткой на литографический хамень, то Лусло Трэхер добился финансового кастрого эффекта. Это еще одна особенность его эволюции в создании афиши. Фермин афиша, то, как мы его понимаем в 20 веке полностью, зависел от работы Лусло Трэха в конце 19 века. Афиши первого периода и потом, разумеется, тоже. Первые афиши печатались шрифтами переменных книг. Типичный викторианский шрифт был набором различных типов шрифта. Маленьких, больших, декоративных и их тарган. А здесь у нас картина, иными словами информация передается картиной с минимумом бух. То есть это произведение искусства, и весь подход к созданию афиши был произведением искусства. На этой картине звезда Коварая Джейн Абрилт накладывается представлением вместе с другой известной афишей Ильветой Гильден, которая выделяется своими длинными черными перчатками. Хотя картина кажется простой, не торопитесь с выводами. Лусло Трэх кропотливо занимался своей графикой. Опытный рисовальщик. Он производил впечатление на печатников, когда приходил утром проверять ход работы в своем вечернем фракте и цилиндре сразу после ночного представления. На начале 90-х он обычно проводил ночь в муле наружек, но не надо думать, что он лишь развлекал. Как мы знаем, Лусло Трэх часто рисовал множество эскизов, выпивая при этом.